Спрос на правду сегодня очень высок. Куда бы вы ни посмотрели, какой бы канал вы ни открыли, и вы везде увидите ложь, начиная от государственных каналов и кончая вот этими мелкими общественниками, которые находятся на службе у государства. То есть вся государственная идеологическая машина, она пропитана ложью. И чем дальше вы отходите от государственной повестки, тем больше вероятность того, что вы обнаружите правду. В принципе, когда мы придумали название, самым названием была уже идея. То есть истина, чтобы она была слышна, «Голос истины», чтобы он громко звучал, чтобы люди ее слушали. Смотри, в 2015 году, когда мы задумывали этот проект, и даже обсуждали и выносили на голосование, как может называться проект. И тогда победило название «Голос истины». Тогда Абу Умар планировал поехать в Африку и здесь оставить именно рабочую студию. Но тогда это было настолько все сыро. Ну, канал представлял собой просто обычный такой среднестатистический канал, распространяющий исламский даават. Ничем не отличался как бы на фоне остальных. Но потом, сегодня, ахамдулилля, канал фактически стал, можно сказать, заменяет уже телевидение, потому что выпускает и новости, выпускает и подкасты. И это большое достижение, иншаллах. Первая жертва, которую человек приносит, выходя на путь освящения и доведения истины, это, прежде всего, ему приходится покинуть родину, уехать со своей родины, бросить, как бы так сказать, родных, близких. И это, наверное, самое большое испытание на сегодняшний день. Изначально было понятно, что даже та наша деятельность, которую мы начинали дома еще, понятно было, что она приведет нас к тому, что мы вынуждены будем эмигрировать. Потому что, если ты освещаешь вопросы, связанные с религией, если это не муфтиатовская повестка и так далее, то, понятное дело, что тебе придется рано или поздно или отказаться от этой деятельности, или эмигрировать, если ты хочешь ее продолжать. Поэтому с самого начала мы были готовы к этому моменту. Когда речь идет о эмигрантской среде, которая вот как-то в своем таком вот кругу что-то организует, будет, будь то система диаспор, будь то школы или YouTube-каналы. И вот когда все это работает сообща, там нужны люди, которые умеют работать в коллективе. Наверное, самое в этом плане организационно развитая, самая правильно выстроенная кавказская эмигрантская среда находится здесь, в Стамбуле. В первую очередь нужно сказать, что это люди, которые переселились в первую очередь, мухаджеры, переселились ради Аллаха. Это люди, которые оставили свое имущество, свои семьи, свои дома. Даже элементарно иметь родственников рядом, хоть даже кто-то может не поддерживать связи, но в трудную минуту в родном крае они готовы оказать поддержку. А когда ты уже за рубежом, не знаешь ни языка, снимаешь квартиру, не знаешь, когда тебя выселят и так далее, это на самом деле очень серьезный шаг, чтобы вот так взять и ради Аллаха переселиться, для того, чтобы еще работать на пути Аллаха. Иммиграция сама по себе, она уже на многих людей действует, я бы сказал, отрезвляюще. То есть человек в какой-то момент понимает, что ему впервые в жизни нужно самому контролировать свой бюджет, самому устраивать как-то свою жизнь. Национальности, которые не представлены системами диаспор в других странах, они бывают склонны к тому, что они от своих проблем не избавляются, еще и новые обретают. А те, которые все-таки представлены системой диаспор, вот у них в этом плане бывает как-то лучше, то есть уехав за границу, они в основном становятся более дисциплинированными, более взрослыми. Находясь на чужбине, естественно, у тебя прав здесь как бы немного, ты вынужден быть очень осторожным, потому что экстрадиция для тех, кто работает на канале «Голос истин» и подобных каналах, это равносильно тюремному заключению или смерти. Все, что заработал так или иначе, например, на торговле или еще где-то, у тебя все уходит почти, большая часть заработанного уходит на оплату жилья, коммунальных услуг. Я хочу зарплату увеличить братьям, особенно те, кто и профессионалы, и нагрузка, и я хочу надбавки делать, я хочу премиальные делать. Их нет просто денег. По максимальным экономиям, в то же время понимаем, что жизнь здесь стала дорогой, существовать на эту зарплату стало крайне тяжело. И почти некоторые моменты, у кого семья большая, даже невозможно. 15 лет я проработал в журналистике. Аллах так решил, что я оказался в «Голосе истины». Такой маленький пример, да? Чтобы заработать миллион долларов, мы должны, я не знаю, круглые сутки отказываться от многих вещей, работать, вкладываться и так далее. То есть если бы у нас, например, была бы такая работа, да? А представь, здесь, работая на пути Аллахом, твоя награда – это рай. И как думаешь? То есть ты можешь просто так его получить, что ли? «Голосе истины» в том виде, который видят люди – это труд, огромный труд людей. Это риски, когда не имея этот бюджет, даже мы начали ее делать. Из того, что было. И на сегодняшний день, как видите, уже около 600 тысяч человек подписались, и десятки миллионов просмотров за месяц. Это огромный, альхамдуллах, результат. И видео, которое мы сделали несколько лет назад, люди до сих пор смотрят, пять просмотров. Альхамдуллах – это бесконечная сада к аджаре, награда, которая идет, наследие, которое мы оставляем после себя. Поэтому фокус нужен на награду, а награда легко не достается без риска, без жертв, без труда. Там легко тебе рай, никто не обещал. Это очень важно. У нас не было даже какой-то ярко выраженной политической идеи, наверное. Мы просто хотели распространять ислам такой, какой он есть, без примесей, и все. Это сейчас, по прошествии стольких лет, наверное, уже приходит какое-то понимание, что нет, все-таки религия – это больше, чем просто отправление какого-то культа, соблюдение каких-то догм, и ничего больше. Нет, религия – это все. Работать на пути Аллаха – это надо быть готовым к тому, что ты жертвуешь всем. Работа, которая проводится голосом истины – это и есть работа на пути Аллаха. Не так уж и легко, как кажется многим людям, заниматься именно вот этой деятельностью в СМИ. Да, вот это все включая в себя, нужно покупать дорогостоящие камеры, микрофоны дорогостоящие, которые будут передавать качественный звук, свет. Операторов нанимаешь хороших, нанимаешь монтажеров. Элементарно даже обычная камера средняя, она будет обходиться в 3-5 тысяч долларов. Это самый, наверное, минимум даже. А что уже говорить о том, кто будет выставлять их, снимать и так далее, им тоже и месячная зарплата нужна. Это для чего делается? Каждый может сказать, а что там снял на телефон, выложил. Тогда как на уровне Netflix или Warner Brothers выставляют такие качественные фильмы, ролики, а мусульмане еще находятся на каком-то там уровне, с ними на телефон выложил. Я много лет проработал в аналоговых средствах массовой информации. Это телевидение и радио. И они, конечно, гораздо менее эффективны с точки зрения охвата и гораздо более затратны. с развитием интернета и тем более там YouTube. Вот насколько все стало просто. И тем не менее, это направление тоже стоит недешево. То есть сама по себе вот эта сфера распространения информации, изначально эта сфера, она не дешевая. 3-4 тысячи долларов туда, 4-5 тысяч долларов сюда. Вроде суммы не заоблачные, но когда начинаешь это все складывать вместе, там получаются очень серьезные бюджеты. Тем более, что купил и положил так не получается. Это постоянно требует обновления, это требует обслуживания и так далее. Огромные затраты элементарно там, я не знаю, на электроэнергию. Конечно же, люди, которые в этой сфере работают, тоже должны быть мотивированы. Но есть и другой нюанс. Бывает такая ситуация, когда вроде бы есть бюджеты, есть средства, но нет специалистов, которые готовы этот бюджет правильно освоить. И я вообще разделяю между людьми, проработавшими долго в какой-то сфере, и профессионалами. Это не всегда одно и то же. Иногда люди через несколько месяцев становятся профессионалами, не потому, что они долго там проработали, а потому, что у них профессиональный подход. Если смотреть на то, какие люди должны быть в этой сфере, да, это может быть человек, который вчера разгружал вагоны, но если он сегодня имеет какой-то интересный потенциал, да, вперед, почему бы и нет. Некоторые братья сидят и сами переводят, сами озвучивают, сами выставляют. Есть такие каналы и иногда неплохо тоже выстреливают. Но если мы говорим, работают профессионально, от 15 до 25 тысяч долларов как минимум расходы, чтобы то, как есть, сохранить. А если надо развиваться, это еще надо добавлять до 30-35. Мы-то хотим до 50 тысяч долларов в месяц довести, чтобы это было вообще другой на уровне спутникового канала. Кто хочет нам помочь, мы были бы рады, чтобы мы могли еще больше студий снять, потому что у нас уже два канала появилось, коллектив увеличился, и планы растут. Мы хотим иметь свою мусульманскую и кавказскую независимую СМИ, каналы, где будут и давать призыв к религии Аллаха, обучение и воспитание, и другой канал башни, чтобы там у нас были новости, аналитика, история. Мы мусульманам давали правдивую информацию без харама, без примеси лжи. Мы же понимаем, какая машина против нас работает в целом, российская пропаганда, мировая пропаганда и так далее. То есть колоссальную работу проводит канал «Голос истины». И в том числе, когда я уже пришел сюда за этот год-полтора, случилось очень много вещей, очень много людей. Мы понимаем, что люди принимают ислам. Мы заняли очень важную и нужную нищу в сфере средств массовой информации. Это очень важно. Цель этого канала, на мой взгляд, это исправление не только в плане религии убеждений населения, но еще и их политического кругозора, освещая те вопросы, связанные с политикой, с событиями, которые происходят по миру. Выпускается огромное количество лекций, переводов. Спасибо. Лекций, переводов с тем, чтобы исторические лекции привлекаются арабоязычные лекторы, то есть англоговорящие лекторы и так далее. Все это озвучивается, переводится и так далее. Начали выпускать новости на канале, потом это перевели на другой канал, отдельно сделали. Много наций, конечно, в основном дагестанцы, член Кавказ у нас, есть еще и в других регионах, даже и арабы есть у нас в коллективе. Именно такой должна выглядеть модель вот этой джамаат мусульман. Это, да, вот, это благотворительность, это разные виды благих деяний, посредством которого бок о бок мусульмане становятся, вне зависимости от разных наций. И именно вот таким должен быть Кавказ, вот таким должно быть шариатское государство. То взаимоотношение, которое есть между сотрудниками, та система, которая выстроена в работе, она отчасти, да, она мини какое-то государство, мини-джамаат. У нас есть бейтумал, у нас тоже есть казни, там, нахватки денег, как обычно, потому что мы развиваемся быстрее, чем мы успеваем деньги туда заработать, положить. У нас есть свой бизнес, который мы в джамаат хотим развивать, чтобы оттуда шло на фонд, и на канал, и на развитие, и тем же, премиальное, чтобы было. Мы видим очень сильный, серьезный контент со стороны не мусульман. Естественно, этот контент рассчитан на то, чтобы воспитать детей в кяфирском духе. Поэтому мы должны работать над тем, чтобы наша молодежь, наши дети воспитались в исламском духе. Началось все с того, что мы познакомились с Абумаром, вот, и обменялись телефонами, и через там некоторое время я ему скинул некоторые записи, там, по истории Кавказа. И вот мы разговаривали, наверное, часа три. Мы с ним договорились так, что мы эту тему будем продвигать. И, в общем, где-то все началось с января 22-го года. Вот. Потом где-то уже в феврале 22-го года уже, как бы, он говорит, ну, ты давай, там, как-то начинай уже это все, что, как бы, нужно было начинать работу, и началась Украинская война. И вот, как бы, с темы Украинской войны мы и начали. Первый ролик был об Украинской войне, ну, и так, как бы, о Кавказе тоже. И вот по первым комментариям я понял, что, в общем-то, ролик залетел. Хвала Аллаху, у нас уже есть площадки, где мы можем вещать об истине, так как мы независимы ни от кого. Вот, например, возьмем некоторые муфтиаты в России. Они зависимы, они не могут говорить слово истинное. В такой медийной работе, тем более, когда обсуждаем какие-то политические тезисы, которые выдвигают некоторые личности, заявляющие там о свободе, о независимости всего Кавказа или любых других республик, в которых есть оппозиционные политики. Конечно, в такую кампанию очень мало человек захочет прийти, хотя бы просто по вопросам, по соображениям безопасности. То есть мы имеем дело с такой очень серьезной криптократией, которая решает проблемы, возникающие в данном ключе, очень просто. То есть вплоть до физического устранения своих оппонентов. Это мы видели, например, и политиков, которые чуть ли не прямо у стен Кремля погибают или прямо вот отравляют, и они там... Либо на примере заключения тех же самых политиков на совершенно сумасшедшие какие-то сроки в тюремные. Поэтому, да, я думаю, вот с этим связана тоже одна из причин, то, что люди побаиваются, наверное. Канал был, естественно, как оппозиционный канал, оппозиционное движение, потому что в этом канале есть и про ислам, ну, есть и про намаз, про вероубеждение, и про политику, и про историю, и про кавказскую историю. То есть все, что необходимо для мусульмана, чтобы познать. Я это видел до Абдул-Шамиля, что это будет идти именно так, потому что я не видел среди Ахлю Сунна, кто бы занимался этим. И поэтому многие люди думают, что ислам – это где-то вон там, в мечети, намаз, постмейс Рамадан и хадж. А политика – это дело вот этих либералов, секуляристов и современных империалистов вот этих российских. Ну, план такой – продолжать в том же духе, расширять пространство для себя, информационное пространство, пробивать новые, как бы, линии, новые линии связи, новые дороги, выходить из этого информационного гетто, в котором мусульмане находились долгое время. Ну, это мусульмане, которые жаждут истину. Мусульмане, которые сегодня живут в атмосфере тотальной лжи. Насчет себя. Мне всегда вспоминается история сподвижника Икрима. Помните, когда пророк, саламу, входил в Мекку, был момент, когда был определенный список, где люди должны были быть казнены из-за вреда, который они нанесли исламу. В этом списке был сын Абу Джахля Икрима. И жена пришла и попросила, чтобы пророк, саламу, простил его. И в этот момент Икрима сказал очень такие замечательные слова. Он пообещал посланнику, саламу, до этого момента я сделал все возможное для того, чтобы навредить исламу. Много вещей, о которых, например, я работал в СМИ, я освещал те вещи, которые не нужно было освещать. До того момента, когда Аллах меня помиловал, я узнал, я ушел, оставил это все. Я надеюсь, что я смогу, как Икрима, быть честен, искренен в этом и сделать малую часть того, что сделал Икрима. Я хочу, чтобы Аллах помог мне реализовать вот эти намерения. Дай Аллах, чтобы у нас было 3, 4, 5 каналов. Все они приносили пользы для мусульман и для нас, чтобы у нас награда была. Чтобы мы создавали качественный контент. У Халли Диасина есть прекрасные слова, которые я часто вспоминаю. Они свой мусор нам подают, как золото. А мы свое золото им подаем, как мусор. Так не должно быть. Мы истинно должны подавать качественно, красиво, эффектно. У мусульман, русскоязычных мусульман, к большому сожалению, нет ни новостей, ни аналитики, ни истории. Нормально свой канал развитого хорошего уровня. Это очень постыдно. У мусульман русскоязычных миллионеров очень много. Федеральные каналы миллиарды тратят, чтобы оболванивать кавказский и мусульманский народ и свой народ тоже. Я понимаю, некоторые побаиваются, что у них будут проблемы, но можно есть криптовалюта, есть прийти, молча, не объявляя, не афишируя, а просто через кого-то делать. Тот брат, который это спонсирует, уже почти 6 лет спонсирует. Разные проекты, почитаем, тут участвуют. За эти 6 лет ни разу не было проблем, потому что через кого-то, через кого-то аккуратно это можно спокойно наладить. Мы ждем таких людей, братьев, которые хотят вложить садакаджарья. Если кто потратит ради правды, нам не нужны миллиарды, нам хотя бы 10-20 тысяч долларов стабильно, кто будет на зарплаты, на расходы нам тратить, это мы можем реально развиваться. Барако Лаффик. Подписывайтесь на канал! Подписывайтесь на канал! Además! Барако Сінь